Я умоляю Побежали! Короче, есть такие вещи, которые от всего Вот у Кристинки это Быстрее ложись Дефицит воды Ой, это нормально Я тебе больше налили, посмотри, а мне половинку Всем привет, мои хорошие! Мы с вами Си Елена Свои Я начинаю новый влог Да, Кристина, у меня, слышите? Это моя Кристюша на диване В общем, мы собираемся Мы сегодня вообще хотели в СПА поехать Но получилось так, что Делов у нас выше крыши И в итоге по времени мы не успеваем в СПА Ну, просто мы, если поедем в СПА То нам два часа там провести Короче, и такие, побежали обратно А мы хотим три провести, чтобы не бежать А прям, ну, отдыхать, понимаете? Нам, короче, надо прям... Че? Надо, короче, нам просто пораньше ехать А мы, получается, освободились только в три часа Представляете? Это же не вариант Поэтому мы сегодня решили Поменять планы И сегодня сделать... Короче, Кристина кое-что забыла дома Сейчас мы поедем к ней домой Заберем там, подснимем то, что нужно Возьмем краску для волос, которую она забыла Заедем в банк по делам Заедем в магазин по делам И потом, если останется время Ну, думаю, полтора часа Два часа нам останется Мы бы хотели сходить в кино На фильм Круэлла Вот, потому что я читала отзывы, смотрела И вообще, как бы Вот эту вот рекламку вижу Мне кажется, что прикольно такое вот прям Какое-то интересное киноха В общем, если что, будем вас держать в курсе Все, я одела сегодня вот такая В костюмчике пойду В кроссовках на улице Хоть и такая, немного как будто пасмурная, да, погода, Крис? Как будто пасмурная в дымке Но там жара, все равно Поэтому вот так и поеду Даже куртку одевать не буду Берем вас с собой А вы знали, девочки, что у нас одинаковые с Кристиной камеры? Вот я сейчас снимаю Она точно такую же камеру Кто не знал Кристина мне такую камеру дарила на день рождения Сначала она себе купила такую А потом, ну, как бы она классная Все супер И звуки Я смотрю, у Кристинки классные видео Я говорю, блин, я тоже такую хочу И вот настал мой день рождения Она мне подарила такую камеру И вот посмотрите, она какая цветная у Кристины Думаете, она так и продавалась? Нет Мы все время путаем камеры Она бывает берет мою, снимает что-то на ее Я ее камеру беру Потом мы вот это пытаемся обменяться файлами В общем, Кристина психанула Называется сегодня У меня вообще было три маленькие точки на камере Лаком тоже я испачкала Но Кристина Они очень маленькие И все равно мы путали И, короче, Кристинка психанула И нарисовала такие яркие Причем не с одной стороны, понимаете С двух сторон Чтоб точно не перепутать Блин, ну я тоже теперь хочу Что-нибудь красивое сделать Так красиво Ладно Я теперь рекомендую их сделать Потому что такие камеры Я открою тебе секрет не только у нас А мы не начнем Мне кажется, это партия с Сони А мы не начнем снова путаться У кого чей рисунок? А, ты прям хочешь такое? А, конечно, хочу прям такой же рисунок Повторить И вот прям вот-вот Счертить Ты повторяешь? Да, мне все нравится, что у тебя Хочу все, как у тебя Короче говоря, мы одеваемся, выходим Берем вас с собой Люби меня, люби Жарким огнем Ночью и днем Сердце сжигая Люби меня, люби Не улетай Не исчезай Я умоляю Вот такие мы певички Мы готовимся У нас скоро концерт будет Мы готовимся Вот, распели с ним Замашли, говорят, в концерт Кстати, да, в олимпийском В олимпийском, да Мы собираем в олимпийске Как бы, ну, мы собираемся В олимпийском Это попасть по секрету Мы собираемся в олимпийском Ну, не факт, что мы соберем олимпийский Но мы верим Мы верим в вас, девочки Придете к нам в олимпийский? А капелла будет Это она скромничает, мы же уже знаем, что там больше будет. Бывает даже это, закрывают концерт, потому что начинают мошенники работать по два билета на одно место, и короче там начинается ругня, и поэтому частенько наши концерты закрывают. В принципе, так вот по большому счету мы не разу... Найти можно, да, но мы не разу так концерт в Олимпийском и не дали именно по этой причине. Вот так ищите нас на просторах. Ищите нас на просторах интернета, это скромняшка Крис и Селена Свей. Сейчас идет прямой эфир, кстати, совместных наших видео, все как начиналось у нас. Где в реале мы находимся, догадайтесь, сами здесь или там? Да, тридцать. Я вот не понимаю, это там или здесь. Где реальная жизнь? Ты это имеешь в виду? Да, да, да. Потерялись вообще, девчонки. Так, лады, у нас планы какие, Крис? Планы? Да, какие планы? Давай, ты сейчас не орулишь. Планы быть с планом. Первые полчаса? Первые полчаса? План твой. Первые полчаса? Давай, что первые полчаса будем делать? Что скажешь тебе? Это минуя дорогу? Ну давай, ладно, завычу там дороги, а то получается... Быстрее едем давай, едем мы в Мегу. Куда едем? Мегу. Мегу? Да, а куда? Почему в Мегу? А куда? А, ну Мегамак ты имела в виду, да? Ну да. А тебе там что надо? Корм для кота. Два дня голодных ходит. Подожди, а в банк? А в банк? А в банк? Забыла. Так это же... А, это раньше, да. Это в банк или у меня сна? В банк по делам. У нас там серьезные, блин, облигации, акции, но... Ну да, на самом деле у меня просто... Селена вчера вот видела счетная книжка. Тебе нужно свой инвестиционный портфель поправить. Да. И облигации подложить немножко. Просто они там немножко сдвинулись. Да, из папки порой облигации. Курс немножко... Ну, короче, решить начал. А сколько, кстати, у тебя этих компаний в твоем инвестиционном портфеле? Знаешь, их может быть бесконечно много, но в данный момент... Ну, пять. Пять? Ты с какими-то крупными шишками, да, работаешь? Ну, и крупными, и средние. Шишки бывают разные. Они-то урастают. Ну, какие более перспективные, крупные шишки или мелкие? Более перспективные золотые яйца. Годжи. Ладно. Ладно, ладно. Шутки в каждой шутке есть доля шутка. А инвестиционный портфель приносят деньги. Да, и нужно поехать в блокнот нам, в счетную книжку. Это вчера я посмотрела вот этот вот вебинар, Кристинке пересказала, как она и просила. А, ты говоришь, это уже можно говорить, да? Нет. Это вообще большой секрет. Ну, смотри. Так что поехали. Просто я тебя поправила, чтобы не забыла, что это секрет. Поехали в банк, пока... Подожди, тебя знают, как нормальную девчонку, вот и секреты все раз задаешь. Ругается на меня, идет. Вот что ты ругаешься на меня? Свою так в карманчик в один взяла, а что мою не взяла? Что? Не взяла ее камеру, чтобы она снимала. Специально. Специально, да. Мне кажется, здесь есть слой мысел. Ну, я же ношу наши обе камеры, как бы. Я еще это... Носильщик камеры. Подожди. С сегодняшнего дня ты уже можешь различать их, поэтому тем более ты можешь их вместе носить хоть рядом. Могу, но... Хочу ли? Хочу ли? Это уже... Отпусти ситуацию, отпусти эти мысли, чувства. Хочу ли вообще? Поставай. Где мы видим? Вот Хаои. Хаои не нужен. Нужно Ам-Видео. Наверку. 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 В торговом центре никого нет. Кристинка, как всегда, ползет. Ползет там где-то. Побежали. Побежали. А что, ты не умеешь на каблуках бегать, что ли? Так, М-Видео. М-Видео, где ты меня ведешь? Пойди. Что-то у меня какая-то длинная дорога. Могальные краски, все черные. Тебе нравится? Не знаю, как-то. Моговые какие-то. Покрасные мне, я не скажу. А слушай, они прозрачные что ли? Нет, просто прикол. И черные. А черные мне больше прикалывает. Такой загар в сеточку, да? Так, взяли батареечки вот такие вот. Мышку недорогая. 550 или 590 рублей стоит? 590? 590 рублей. Вот он, чек. Мы еще взяли соль. Вот такой вот. Для посудомойки. 3 килограмма. Так брать, кстати, экономней на 100 рублей, чем 2 по 1,5. Мороженое кактус. В смысле, где? Кактус. А, ананасовый. Ты хочешь попробовать? Зеленое? Какая-то ерунда. Мне кажется, кактус пошла орешки сверху. Вот здесь орешки, а там шоколад, клубника и все. Просто, да, покрашена. Ананасово-кокосовая, пломбир, ванильный, глазурь. С хлопьями. Чисто кактус так назвали, мне кажется. Ой, мои любимые мороженое. А вот это самое вкусное. Ну, не самое, оно вкусное. Бери два. Бери, бери. Крис, под твою ответственность мы не поправимся, да? Ну, сейчас ходите, ходите. Бери два вот эти. А еще вкусное, знаешь, какое вот это вот, помнишь? Какое? А это что, глянь? Да нет, оно такое вкусное. Как раньше написано. Слушай, а раньше вкусно было? А это что такое? Малина. Ну, это чисто типа фруктовая. Я не люблю фруктовые семена. Думаешь, фруктовые? Да. Семенами чия. Семенами чия. Семенами чия. Типа это, полезная. Вот он в нашем детстве такого. Короче, Крис, я тебе говорю, бери тогда вот эту фисташку, потому что я его еще не пробовала. Блин, он не поправился. Я вот этот карамельный люблю жемчужину. А вот смотри, еще синий какой-то. Оооо, бери. Ладно, давай, один зеленый, один синий. И попробуем друг у друга, да? Попкорн сладкая. Я думаю, блин, он покрашенный чисто. Попкорн сладковатый. Короче, бери один такой, бери кактус. Все, Крис, давай, подожди. Нет. Кактус мы не берем, там смысла нет. Он будет такой же. Просто называется кактус. Да там еще круче его. В смысле? Какие круче могут быть? Зеленое и синее мороженое. Куда круче? Там ничего не будет. Если вот такое зеленое, а вот, пожалуйста. Да нет. Мирс и Сташка тоже. Это ничего нового. Я не люблю вот в таком рожке, вот эти большие. Они какие-то невкусные. Не хочу. Глянь, сколько пломбера. Зеленое огромное. А это уже все классика. Ничего интересного. Вот, давай по вот такой колбасе возьмем и сфоткаем. Крис, короче, чего будем брать в натуре? Иди, постой, там я сбегаю за пор. Где? Возле мороженого, чтобы его не украли? Ты ничего не взяла в итоге? Да вон оно лежит. Ты все-таки решила вот эти? Я видела, у тебя очки лежат дома. Ты решила все-таки вот эти взять, да, мороженое? Ну ты же, вроде, мы пришли в твой так. В общем, узнали на это. А для видео вот. Ладно, уговорила, бери эти два. Пойдем, они растают, глянь. Ладно вкусно, лакомно. Да оно старинное. Давай вот это свеженькое, новенькое. Бери. Так вот это? Да, только бери за хвост. Это вкусно еще, милко. Я побежала за кормом. Крис, они сейчас растают. Когда ты побежала? А мы сейчас уже будем есть? Да? Прям в магазине? Нет. А что делать? Распаковывать? Ничего. Ну давай. Вяжем за кормом и на кассу. А, береми. Вяжем. Вот так, да, именно. Ну а теперь смотрите. Я иду ем морожку. Потому что я только морожку взяла. А Крис, так, кто самый хозяйственный среди нас? Идет ваулами. Что купила? Я купила морковку, картошку. А главное еще держит, смотри, что там. 15% скидка. Подарочек этот. А, говорит, буду собирать, а потом куплю себе серебряный браслет. Серебряная посветка бесплатная и глянь не хитрят, ты понимаешь? О! Слушай, ты видишь, смотри. Красиво, это Адамас какой-то. Красиво, я ничего не забыла? Что? Мороженое. Давай, беги. Беги, крошка. Я занята. У меня тоже пакет. Правда, не такой большой. Ну и мороженое. Дождалась она своего часа. Ну, на мой взгляд, карамельный лучше. Чем фисташка. Ну да. Да. Ну, тоже вкусненько. Ну да, карамельный было бы. У карамеля всегда прям... Надо было брать... Караевски. Надо было брать кактус вот этот. И вот этот голубое мороженое. Ммм, голубое вообще. Ммм, я думаю, одно химя. Химя? Химя. Химя. Жареная рыбка! Свежая, теплая. Пахнет детством. У меня папа был рыбак, и он часто ловил рыбу, и мама жарила ее. И когда жареная рыба свежая, пахнет просто детством. Ну что, рыбка приехала, красивая такая, жирненькая. И главное, что в ней нет мелких костей, сказали. Что она прям вот... Всем привет! Приступим? Ну, просто она живая прям стала, ты видишь? Она прям говорить начала. А я свою вообще полностью разрисую. Разукрашиваю. Вот будет она у меня другого цвета. Так, сделала доставку вкусвилл, а через полчаса сделала доставку пятерочка. И доставка пятерочка пришла буквально через полчаса. А я что здесь заказала? Я заказала кучу яблок и кучу молочных ломтиков. И молоко. Три продукта всего заказала. Дэнь, вон молочные ломтики. Яблок тебе заказала. Я заказала. И молока взяла. О, блин. Я же хотела другой. Почему красная цена? Ну ладно. Открывай. Вуууу, молочные ломтики посыпались iv! Работают малыши карандаши. Денечка, а ты там Кристюше помогаешь? Нет. А что вы делаете? Я начала в Крестюре. А эти компьютер? Ты работаешь? Там интересно с Кристиной, Дэн? Да. Яблоко вкусное? Ну все, работайте. Помогай Кристюше там. Да. Ой, ты какой. Щедрый. Так, ну а я сижу тоже работаю, монтирую. Сейчас надо смонтировать кусочек видео один там. Вот. И параллельно, блин, мы с Кристинкой просто сейчас нон-стопом смотрели прямой эфир, вот эти нарезки, ну попали там на пару видосов, посмотрели, поржали просто от души, где мы переодевались, где мы играли роль, типа Кристина стилист, а я такая подруга, которая прибежала, помоги, ну как к старшей подруге, стилисту. И вот она меня там наряжала, мы ржали просто, аж, блин, аж кашель пробрался. Вот. И пишут в комментариях, что девочки, повторите, но мы думаем над тем, что повторить. Так что все в процессе, у нас генератор идей работает потихонечку. Всем доброе утро. Мы проснулись, идем в сад. Кристина занимается. Ох, в общем-то, сегодня у нас план попасть все-таки в спа. Так, ну что, я пришла домой. Кристина все еще занимается или уже позанималась? Пришла, а мы еще убежали. Я просто спрашиваю, ты позанималась или еще занимаешься? Так, она не ответила мне прямо, как и всегда. Но судя по тому, что она еще где-то там пропадает в углу, в другой комнате, она еще занимается. Вот. Я, короче, сейчас пью кофе. Еще сейчас смонтирую ролик. У нас есть времечко. Потом Кристина освободится, мы снимем видео. И уже, я думаю, будет 12 часов. Мы поедем в спа. Мы должны сегодня по-любому попасть туда, потому что завтра у меня уже зубной запись на консультацию. И консультация в 2 часа дня. Это такое время, получается, день бьет. И до 2 мы в спа не сходим, если сегодня не попадем. И после 2 мы уже не успеем. Вот. Поэтому по-любому сегодня надо сходить. И еще я очень хочу сделать массаж. Я прям чувствую, что мне нужно, чтобы мы не расслабили грудную клетку. Она у меня, по-моему, защемлена, зажата. И из-за нее тоже трудно дышать. Короче, все в раз. Там мамина кофточка тут лежит. Короче, лежу, девчонки, прикиньте. Утром встала, все такая на бодрике. Выпила кофе. Причем такой слабенький кофе. Одну кружку. Сняли, поели. Видео сняли. Смонтировала видео. Там, ну, то есть, общаюсь, там, короче, делаю дела. Кристинка тоже параллельно тут снимает, монтирует. Тоже дела делает. Сижу просто. И чувствую состояние какое-то такое, знаете, как будто я перепила кофе. Как будто у меня мотор стучит. Вот обычно я не пью кофе после 3 дня. Почему? Потому что у меня наступает такое состояние. Мне начинает болеть сердце. Мне как-то подташнивает. Голова может заболеть. Ну, прям, знаете, какой-то тут, 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 тут надо лечь. Вот как тахикардия какая-то начинается, да, такая. Ну, прям вот болит здесь грудные клетки. Даже не болит, а просто как бы сдавило немного такое неприятное, короче, ощущение. Я поэтому после 3 кофе не пью. А сейчас думаю, гляну, куда я его перепила. Времени 12 дня еще нет. Кофе не перепила, уже и поела. Чаек стала пить. Нифига не отпускает. И прям чувствую такая, знаете, из-за этого. Вроде бы повышенное, если давление, да, повысилось там, да. Вроде бы наоборот, бодряк должен быть. Ну, плюс голова, ну, голова пусть болит, но бодряк должен быть. Говорит, нифига, у меня прям слабость какая-то, мне хочется лечь. Прямо это. Начала маме там писать, она говорит, корвалол выпью. У меня такое было. Все от твоих нервов, короче, там из давления грудной клетки, трата-та-та. Короче, попей в любом случае. А если я выпью корвалол, ну, говорит, или успокоительных, если корвалола нет, но у меня есть. А там, короче, за руль садиться нельзя, понимаете. Я пью успокоительный на ночь, чтобы ночью как бы оно поработало, а утром я встаю и все, я делаю дела, сажусь за руль. Я же не могу без руля, я не доверяю таксистам. Я в крайних случаях сажусь уже, когда, ну, прям уже надо. Вот, ну, и Кристинка моя, что лечит меня, говорит, может тебе компрессик на голову. Ты не пьешь, говорит, таблетки. Подожди, я тебе помимо компресса что предложила? Сначала лимон, если бодрит. А, сначала она мне, да, предложила лимон, говорит, хочешь помою, выдавлю тебе, говорю, нет, не надо. Она капустный листик говорит, может быть. Да, я так лиц, да. А капустный листик как компресс или скушать? На голову. На голову. Ну, потому что она с головы все идет. Капустный лист на голову. Так, еще она что-то предлагает. Подожди, Карамалова я тебе предложила, но я знаю, что ты всякое такое не пьешь. И ты бы смеялась. Если это спросила у тебя, ты говоришь, нет. Ну, а капустный лист на голову вполне себе не смешно. Смотри, ты сама что-то пьешь какие-то лекарства, но когда тебе предлагают, что ты смеешься. А у тебя какое-то, усиление какое-то разделение на смешные витамины и лекарства, которые она как-то любит. Да нет, нет у меня разделения. Просто когда мне приспичат, мне уже не смешно. И все, что я вам скажу, все смешно. Я смеюсь, пока мне смешно. Девочки, девочки, если плохо себя чувствуете, после кофе поднялось давление. Ну, именно, да, поднялось давление. Водичка с уксусом вот так вот, как от температуры, на голову полежать так. Она же снимает почему-то уксус. Вы такое слышали? Я слышала уксус от температуры, но от кофе... Ну, от всего. А, от всего. Короче, есть такие вещи, которые от всего. Вот у Кристинки это лимонная вода, капустный лист на голову. Это йод. Можем йодом сетку. Или йодовую сетку на лоб. А, цитилсалицевая кислота. А, цитилсалицевая кислота, панкреатин. Это от всего, то есть сердце заболело, можно и панкреатинчика выпить. Может, там от желудка что пошло? Ударил. Ты хочешь донатчик мой донатчик? Короче, Кристинка лечит меня как может. Чё-то там уже ешь. Точит, чё там всё. Так, ты уже всё поработал, мы вообще-то в спа едем. Мы уже, прикинь, почти доделываем. У нас, верю, тут болеешь. Почти доделала и почти доделываю. Я чувствую, какая пропасть. Уже свою пижаму всё дам ты, а ты всегда красивая. Ну, не знаю, не знаю. Не, серьезно. Сейчас я пойду редактировать на полчаса. Единственное, единственное, что это, я красива. Не передавливаю твои животные. Ты красивая. Единственное, что музыку как мне теперь прячь? Никак. Без музыки. Давай я подпою. Это моя любимая морда. Моя кошка. Вот кошка моя пришла и лечит меня. Я говорю, у тебя буква М на голове. Девчонки сказали, что ты медицинский заканчивала. Давай. Мамку, лечи скорее. Буква М на голове, это значит мудро. Лечи. А, ну вот Кристинка говорит, что это не медицинская кошка, буква М, а мудрая. У каждого, да. То есть кто знает язык кошек, тот сможет мудростью её воспользоваться. Ну, это, Зодиака. Ты сейчас выпьешь? Зодак, а не Зодиака. Может, ты там ещё и знаки Зодиака видишь? Зодак. Я уже выпила Зодак, кстати. Витамин Д выпьем. Вот, вот, витамин Д ещё от всего. И магний-6 тоже от всего. Ну, витамин и соваты, конечно, чего-то не хватает. Ладно, девочки, полежу чуть-чуть. А то сил нет, даже камеру держать. И вот, что вы думаете. Кристина такие шедевры рисовала на своей камере, а всё равно взяла мою и полчаса сняла на неё блога. Ну, это не пол, конечно. Придётся ей перекидывать потом. Потому что она... Хорошо, пока она здесь на моём компьютере, интернет хороший. А то б я тебе два дня перекидывала бы. Ну, наконец-таки мы сели, блин, в эту тачку. Время уже 15 минут. Второго. Так, а что ты ковырялась? То фен ей надо взять, то круглую расчёску. Сразу начинаем. Ладно. Едем. Я надеюсь, там как-то... В тонус. Свежий воздух, да? В тонус придём, может быть, позанимаемся. Мышцы как-то разогреются, покушаем вкусно. Ты готова? Забыла, у тебя... У Селены есть акробатическая стенка, и можно там делать пистолетик. Ты забыла пистолетик сделать, да? Да. Пистолетики забыла сделать. Но зато я взяла скраб нам с тобой. О, да. Шампунь, бальзам. Чё ещё? Фен, расчёску. Короче, мы там сейчас наскрабируемся и будем красотками. Выйдем просто. Ну что, наконец-таки. Мне, честно говоря, не верится, что мы приехали. Это какой-то обман. Сейчас в цветы пойдём. Заезжаем на паркинг. Так, всё, мы пришли. Первым делом здесь водичку не дают. Нам нужно её купить. А я стройняшка, а ты... Как думаешь? Немножко передавливает вот здесь Лёшечку. Но это не беда. Мы можем вот так раз. И вроде уже терпименько такая. Пошла, пошла, пошла. Кристина говорит, здесь так хорошо, что не верится, что, скорее всего, газ подпускают. А мы здесь... Я говорю, давай здесь покушаем потом. Я, в принципе, уже хочу кушать. Да, тут очень вкусно. Ты здесь не ела, Крис? Я здесь не ела. Здесь очень вкусные креветки с макаронами. Я не помню, как они называются. Просто я... Смотрите. Я ради них сюда прихожу. А ещё здесь... Мне кажется, здесь точно зона терапии. А ещё здесь самое вкусное... Подожди, подожди. Самый вкус сейчас... Слюной подавилась. Это... Я просто бы здесь посидела. Как хорошо. Мне аж плакать хочется. Крис, подождите. Мне хочется не есть, а плакать. Пахлава. Это сладкость. У меня сладкая ела. Такая, как здесь, пахлавы нигде нет. Ты должна её хотя бы попробовать. Полта, пахлава. Слушайте. Подходит к ее купальнику. Вот именно, понимаешь... Да, цвет зелёный. Но здесь оттенок нет. Какой больше подходит? Здесь вот розовый, да. Вот розовый. Мне кажется, зелёный больше подходит. Вот здесь именно у тебя листва и цветочки розовые, понимаешь? Оно прям реально гармонично. А зелёный вот этот и вот этот гологой вообще-то. Ну, может быть. Ладно, давай. Конкретнее. А у меня зелёные ногти, смотри. Скажу. Вот у тебя вот сейчас всё супер. Видишь, такое-то... Да. Только цветочек начинает. Двуцветный цветочек. Слушайте, тут какие-то непонятные эти тапки. Здесь то ли клей какой-то, то ли что. Я иду и шлёпаю, а мне девочка администратора говорит... Я говорю, что у вас тут разлито, что прилипло? Она говорит, это специально здесь так, чтобы вы не упали. Такой дискомфортно, немного, знаете? Селена заплыв делает, как маленькая акулка. Впервые вижу её с таким взглядом. Загадочный. Наслай. Да на твою. Нельзя сильно улыбаться. Не улыбайся, тебе нельзя. Вот она делает заплыв. Мы после хамама. Да, мы покорились. Я ещё не пойму, мне лучше становится или хуже? Мы её теряем. Мы её теряем. Давай заплыв впервые. Давай. Я выиграю. Моё лицо покажите? Не думаю. Короче, сколько я здесь в Султане первый раз вижу вот эту приблуду. Здесь мы настроили водичку, я хочу, конечно, сделать погорячее и лечь. И тут какой-то должен быть кайф. Я не пойму, какой кайф от этого. Сейчас проверим. Какой-то на форму, а ты должен быть массажер. А я какой сделала? Я максимальный. Что? Это ты была. Так это ты была. Занавесочки есть, как в душе. Вода течёт, быстрее ложись. Дефицит воды. Кайф. Вечный кайф. Ну, неплохо, но должен быть на порции, ну, в принципе, неплохо. Ну, не знаю. Не как, потому что я просто или выбирающий водой лежит. Представляете, какой расход воды в данной ситуации? То есть это не ванная. Она течёт ещё раз, два, три, четыре, пять. Я тоже так подумала. Может быть, у них какая-то своя водяная точка, станция. Можно, например, так, ножки поделать? Ну, да, это переворачивает, но напор должен быть сильнее, чем он есть сейчас. Какая-то такая стабильная стычка? Не будешь дома делать уже, да? Нет. Ну, ты ж хотела. Можно, не так. Ну, всё, пошли. Ну, короче, мы с Кристюшек. У меня нормально купали кастельно. И более того, я с кузёным, да? Да, мы офигеть здесь просто тусуем. Смотрите, тут загорать, тут погода просто вообще, девочки. Уже, по-моему, можно плавать и весь день загорать. Костя, что прекрасно. Так красиво, я не могу купить. Короче говоря, здесь очень круто, я вам скажу. Просто вот сидим, загораем. Реально. Вообще, ни ветра, ни хуяна. Самое интересное, вот здесь лестница. Не, мне всё равно хочется ехать. Я голодная. Девочки, посмотрите. Что там вот водора? Кого ты не видела? Я говорю. Вот я даже вот тут сидела. Давай подвинем. Короче, девочки, мы заказали. Для тебя больше налили, посмотри. А мне половинку. Ну, я же больше вену, ты будешь помнить. Сама так. Может, отпили у тебя? Короче, у нас фреш. Здесь яблоко, свекла, по-моему, морковь, сельдерей. Очищение называется. Ещё нам тольятеля с креветками сделали. Смотрите, как красиво. И смотрите, цветочек. Эфициант сказал, цветочек можно есть. Я говорю, а из чего он? Он говорит, ну, это цветочек. Просто его можно есть. Давайте. Подождите, надо сторизы снять. Кристина наконец-таки оделась. Не хочет прическу менять. В смысле, качу, а что мне сделать? Всё нормально. Ты тольятели пробовала тут? Так, меня. Нет, Кристина будет тольятели пробовать. Я всех, кто здесь, я всем говорю, рекомендую обязательно тольятели попробовать. Это best the best. Давай, снимай. Ещё я пахлаву заказала. Кристина сказал, сладкое. Я не буду, я там не буду. Я говорю, ладно, я тогда одну закажу себе. Видите, как тепло. И бассейн. Мы в нём плавали, была вода тёплая в прошлом, позапрошлом. Так, пробуем смузи, давайте. Ой, смузи опять, фрешек. Шикарно. Отчётливый сельдерей, обожаю прям. И хотела бы пробовать цветочек. Я не буду, потому что. Ой. Это нормальный цветочек. А чё он кислый? Когда Кристина говорила, что он кислый, я думала, она... Я сказала кисленький. Ну вот, она сказала не кислый, она сказала кисленький. На мой вкус он кислый. Девочки, вы знаете, каждый раз, когда я прихожу куда-нибудь в красивое место, с классными условиями отдыха, с вкусной едой, я вообще всегда стараюсь, даже если режим экономии, да, там, или ещё что-то, я всегда стараюсь в таких местах, вот прям, знаете, вот прям, ну, отрываться по полной, можно сказать, да. Ну, то есть вот, если ты хочешь вот это скушать, это скушать, это скушать, вот всё, бери себе и кушай. Хочешь поплавать, иди, хочешь массаж, иди бери. Вот просто в один день. Это можно устроить себе раз в месяц, такой кайф, да, ну, по возможности, если нет возможности, раз в два. Но я имею в виду, что я не очень люблю ходить в места, когда ты, знаете, ну, наполовинку, там, ты сходил, а там открываешь меню, там, что-то заказать себе не можешь, или думаешь, не, это не буду брать, ну, ты как бы наполовинку отдохнул. Ну, не то. Всё равно какое-то напряжение, какая-то скованность какая-то в этом бывает. А так, чтобы хорошо отдохнуть, надо прям брать любимую еду, сколько бы она ни стоила. Так, чтобы вот сейчас, знаете, вот прям вот поел, выпил, сейчас вот похлобую эту вкусную. Вид красивый, тут девочки красивые, загорают, всё на свете. А, у тебя ещё и клубника. Да. Я тебе предлагала взять такую, ты отказалась, значит, я ем всё сама. Посмотрите на её. Ладно, одну возьмёшь. Да ладно. Давайте я закажу такую. Подожди, давай я попробую, скажу, если она та самая вкусная, потому что, может, она не та самая вкусная. У себя по халапам. Мне казалось, она чуть другая должна быть. Если она та самая, то мы ещё один закажем. Всегда по халапаме, кубиками. Давай ещё один закажем, ладно? Если она та самая. Две камеры на меня смотрят. Я просто хочу, чтобы все знали, какая Силена. Рыдох. Вкусно? У тебя там хрустно, может, что-то во рту не хороли? Зуб. Смотри, эти. Ой, нет. Шутки такие вообще нельзя шутить. Давай, возьмём, да? Да у тебя... Да нет, не надо. Ты нормально скушаешь. Процент с процентами возврата. Вы эти... Да, у меня сегодня всё вылетает из головы. Состояние форида. Вы эти свидетели. У меня, смотрите, что. Это должна съесть я. Ладно, давай пополам. А мне тогда самую большую. Доешь. Ты довезешь самую большую. Вот, я самую... Тебе просто она возле меня. Кажется, да? Тебе кажется, что она самая... Так вот, она дальше от меня, но кажется, мне больше всех. Значит, она самая большая. Проценты навалили. Прям мелкие. Пока несли. Несли, кстати, две минуты всё. Все скажут, вот Силена жадная, вот её жадность где проявляется. Всё, как всегда, всё безумно. В общем, мы пошли скрабиться, мыть голову, сушиться, а потом сделаем, наконец-таки, совместное фото. Потому что Кристина у меня уже неделю живёт, а совместного фото ни разу не было. Да? Вкусно тебе было. Очень. Спасибо. Ну всё, мы с Кристиной пришли. Я, кстати, свой фен взяла. Мы пришли, вот такие вот. Я не подзагорела, нет? А что-то загорела, интересно. Подожди, мы с тобой в джакузи были, а в джакузи там водичка. Ну, это, солнышко светило. Ну, нет, не подзагорела, к сожалению. Ну, ладно. Я в солярии, знаете, лучше это, 3 минутки походила и всё. И на, ну, как бы, на солнце не обязательно. То есть, вот я лучше в солярии буду ходить, чем на солнце жариться часами. Все такая красная, непонятная, жирная. И я не очень люблю, честно говоря, на солнце много времени проводить. Я это делаю исключительно ради загара. Ньюльчик я его заказывала. Вообще шикарный просто. Давно уже это был. Старая распаковка где-то есть, не найду. Ну что, мы вышли из спа. Состояние, кстати, более-менее бодрячком стало. У меня было хуже перед спа. И вот ещё в спа была, я ещё даже боялась в сану какие-то заходить. Думаю, вдруг мне нельзя, вдруг мне ещё хуже станет на сердце там или ещё. Ну, сами понимаете, давление или не поймёшь, что там у тебя. Но в целом мне, наоборот, лучше стало. Мы сейчас вот, надо сейчас сфотографироваться. Я поделилась с тобой. Вот, Кристинку пыталась уложить я. Не надо мне кератин, скажите. Я предлагаю Кристине кератин. Но много людей, ой, они так много, знаешь. Не так много людей говорят, что кератин вреден и так далее. А кто-то пользуется и радуется. Вот, но я бы попробовала. Например, если бы у меня были пушистые волосы, я бы попробовала. Я Кристинке говорю, я её, представляете, укладываю, укладываю. Ну, у меня не всегда пушистый. Подожди. Пушистый просто. Сказал пушистик. Я её укладываю, укладываю, представляете, вытягиваю, вытягиваю. И фен просто такой пшш, и у неё пшш, одуванчик. И я такая, блин. Почему сразу должны быть, если тон облизан, ну как облизанный, это я его сейчас грубо говорю, если прям гладкие должны. Почему они не могут быть объёмные, пушистые? Могут быть, но они смотрятся просто лучше. Ну, нормально сейчас ты у меня. У меня шапочка, ты мне объёмчик сделала, проборчик. У меня сейчас нету прям лоска. Мне кончики не нравятся. Потому что надо их досрезать. Мне кажется, их очень много надо срезать, чтобы вот... Ой, не начинай, нормально. Ну, посмотри, ну прям вот я бы их прокератинила, попробовала бы хотя бы. Такой же сейчас, чем те, которые писали. Чем хейтеры, да? Я бы попробовала. Девочки, что скажете? Ну да, и будут в моём видео вот это вот комментировать. Короче, и вот состояние прекрасное, хорошее. Время уже как раз объезжать за Денечкой. Я забыла, дома представляете? Этот. На сердце ра... Лип, липстик. И, короче, у меня сохнут волосы. А ещё я лицо не... Блин, а я что, и кремния взяла, что ли, для лица? Ну, ты как-то могла сама ушла, молчу, думаю. Подожди, я взяла. Я взяла? Нет, я забыла. Ну, ехать пора. Всё, нам ехать пора, короче. Кристинка взяла сертификат в СПА, а я, а я, а я, а я взяла, кстати. Мне надо маму сводить. Вот, я тоже взяла сертификат в СПА, у меня ещё дома есть сертификат. Мы с мамой пойдём. Либо мы все втроём пойдём, я говорю, Крис, либо потом, говорю, ну, вместе сходим в компанию состав, либо сама сходишь. Ну, она вот взяла себе. Я ей варианты. Сама сходишь. Я ей сразу накидала варианты, как она может сходить. У неё вариантов немного. Либо сама. Там тебе должны уже скидку одиночку. В одиночку. Либо со мной вдвоём, либо с нами, с мамой втроём. Всё. Больше вариков надо. Ну, я шучу. Не, может кто-то к тебе ещё присоединится. Женихами там нельзя. Женихами нельзя, только с подругами. Вот, посидели мы, короче. Посидели мы, посидели мы. Нормально, короче, мы посидели. Вкусно поели. И вот после того, как поели, жизнь вообще уже сразу наладилась. Всё, теперь поехали за... За кем мы поедем сейчас? Маленьким. Таким классным пацаном. С ресничками чёрными длинными. Ну, а вот мы и за малышом сходили. Чего? Кристинке, да, у неё уши мёрзли. Ну, что, не мёрзли? Нельзя, мёрзли. Чего нельзя? Почему нельзя? В общем, идём сейчас вещи заберём. И... И будем дома. Да. Тусить. Ну, что, сегодня Кристинку ждут королевские... Как это называется? Шампиньоны, да? Грибы. Грибы, да. Будем их пробовать. Я решила их оставить целыми. В принципе, они довольно быстро готовятся. И целенькие они, более сочные получаются. Картошечку порезала, потому что она дольше готовится. Курицу, как всегда, набросала в хаотичном порядке. Вот. И, короче говоря... Я думаю, может, специи какие-нибудь интересные сделают. У меня же есть разных много специй. Любопытно. О, кстати, вот это надо пить. Алоэ баланс. Чего я не пью? Так, сейчас я, короче, найду... А, блин, тут же была... Ммм, Крис! Помнишь напиток? Напиток, который мне присылали. Золотая чё-то называется. Или ты? Не пробовала его. Сейчас я его найду. От него, конечно... А, от него, блин, руки пачкаются. Не кайф. Они оранжевыми становятся. Зато вкусно. Ты вот это не ешь? Нет. Сейчас найду. Давай шармсово на корм. Подожди. Тут интересно. Вот, вот! Golden milk. Давай с этим сделаем? Давай, что это? Сейчас у меня руки будут оранжевые, блин. Может, перчатки найти? Мы берём соус наш опять. Сейчас я посолила всё умной солью. Умной солью. Теперь смотрите, как я поливаю. Вот так, просто смело. Будет остренько. Как вкусно, я уже вижу. Ну, вкусненько. Мне бы тоже вкусно. Ещё на один разок тут хватит. Вот так. Ой, всё, короче. Ой-ой-ой, будет очень остренько. Так, соль есть, это есть. Так, а карри делать? Тогда вот этот. О, уже готово. Дай понюху. Может, не надо? Индийская такая тем не надо. Ну, давай... Мне кажется, её надо отдельно. Давай, да, не будем. Она просто собьёт всё вкусное и запах. В этот раз мы сделаем ещё сюда чесночок. Классический, да? Чесночок. Будет пахнуть, как в прошлый раз. Когда Крисенко говорит, ой, что это за аромат такой? Я люблю много чеснока. Ну, это сухой же. А он же просто разлетывается, растапливается, разбыхает. И как не сухой. Всё, теперь делаем вот так. Нам руками тут так бы уже и поставили. Нет, надо же всё промазать. И соль должна там вся. А потом разложить красивенько ещё надо. Из овощей ничего сюда ложить не будем? Помидорки нафиг, да? Вот так. Рябы и пусть. В прошлый раз у нас вообще с одним перчиком было. Ну, в прошлый раз у нас вообще было. Блин, остро будет, Крис. Ты готова? Ну, ты как любишь, да, остренько? Да, да не будет оно остренько. Нормально. Короче. Так оно будет постоить или ты сразу в печь? Сразу в печь. Сейчас разложу красивенько. Вот, смотри, грибочки будут вот так красиво лежать. Та-да-да-да. Смотрите, какая красота. И это ещё не готово ничего. Всё сыром я. Денисички. Так, теперь мы идём, ставим это всё в духовочку. На тридцать пять минут. Тридцать пять минут. Господи, я сейчас такая расприкинь и перевернула. Что, у тебя в мыслях? Я думала, у всех какие мысли. Да, она чуть-чуть соскользнула. У меня с руки пошла. А, сверху не надо? А, это по твоему крышку бережа. Крышка, да, это когда я убираю в холодильник. Всё. А-а-а-а! Ты что, вообще не бережёшь себя? Горяченько. Да, зайчик. Не просто горяченько, а очень горяченько. Тридцать пять. Да, ещё вот верхний жар и нижний сделать. А, ты одновременно? Вот так. Да-а-а! Всё, пик-пик. Всё, увидимся позже. Так, у нас уже чуть-чуть осталось. Уже тридцать пять минут, кстати, прошло, но картошка ещё сыроватая. Я перевернула там всё и поставила ещё на пятнадцать минут. Вот, а тем временем у нас ещё хлебушка нету. А я в прошлый раз, помните, ела без хлеба, я как будто не наелась. Не хочу повторять ошибок своих. И заказала в пятёрочке. Хлеб сейчас заказала. Заказала ещё яблоки, потому что Деньки заканчивались. Ещё что-то заказала. Что-то ещё заказала. Короче, по мелочи на 1150 рублей получилось. Уже забыла, что заказала. Когда к нам кто-нибудь приходит, все детки собираются у двери. Вот Денечка, вот Милочка. Все ждут гостя с пакетом, с едой. Хорошая. Деня держит Милочка. Деня держит Милочку, чтобы она не убежала. Она любит в коридор выскакивать. Хорошая. Милочка? Идём на скорей. Куда вы? Ты любишь Милочку? Да. Хорошая кошка. Ты как в недоумениях вечно на руках у Дене. Что-то не живу. Ну поставь. Так, пришла наша доставочка. Я забыла, что взяла. Вот вы говорите, Василёк приходит, я забываю. Эль, Шейн, я забываю. Блин, я доставку заказала, полчаса назад забыла, что по этому. Понимаете, да? А, Дэн, смотри, что я тебе заказала. Для хлопа. Чего? Так, а, я заказала два вида хлеба. Один с утрубями, один вот для бутербродов нам. Потом я заказала нам ещё курочку вот такую без бедра. Ну, в морозилку положу. Это мясо цыплят брулера, ну, без бедра. Без кости и без кожи, вот. А всё остальное это яблоки. А, и вот такую штучку ещё. А, ещё вот, вязанку взяла и вот такую вот антарктид гриль с чесночную. Всё. Не, ещё помидоры взяла. А, не, ещё персики взяла. Точно. Кстати, блин, они твёрдые. Ну, прикиньте. Вот так вот, конечно, нектарины, да? Вот нектарины. Твёрдые, не кладь. Ну, что за нектарины, если персики? Нет, я нектарины заказала. Чё, яблоки заказала. Нет, я нектарины заказала, просто я хотела мягенькие такие. Они твёрдые, я ж так на... Нектарины, они все почти упругие. Не, нектарины есть такие, знаешь, их трогаешь. Кто возьмёт на себя ответственность, принести с магазина на доставку? Я бы тебе тоже такие принесла. Хотя, с другой стороны, наоборот, вы дали, которые на грани, да? Чтоб избавиться от них. Ну, это не спелые ещё. Они должны быть мягкие, не твёрдые. Надо спросить, они хотели как лучше или как лучше? Да, короче, проще забыть просто об этой ситуации. Ну что, понадобилось нам всё-таки 50, получается, минут всё это дело готовить из-за картошки. Может быть, надо было меньше её ещё порезать. В общем, сейчас чуть-чуть остынет, и мы будем кушать. Кушали мы уже давно. Может быть, для вас, кажется, мы кушали 10 минут, 15 минут назад. Но мы кушали уже давно и проголодались. Ну что, мои девоньки, поели мы вкусно. Всё вкусно было, привкусно. Невозможно вкусно. Картошка, правда, сладкая. И сколько бы я не солила, блин, это блюдо, оно какое-то несолёное. А то я в туалете, блин, в тарелке всё равно досаливаю. Это один момент. Второй момент, время полдесятого, нам надо укладываться. Вот. Сейчас будем ложиться спать и... Всё, и завтра буду начинать новый влог. Кто прибежал, тут такой девочка прибежал. Ой, мама целует. Кусает. С мамой заигрывает кто-то. Мама, мама, поиграй со мной. А что ты меня кусаешь, мил? Еда твоя стоит сейчас там, ждёт. Глянь, кусается. Ты не обнаглела ли, кошка? Скучно ей. Играть хочет. Играть хочет. Это такой... Это такой игривый кусь называется. Игривый кусь. И лапкой придерживает, и всё это нагло. Надо ей... Уже год ей есть, надо купить ей это. А чё уши прижимаешь? Чувствуешь, что больно укусила, да? Наглая такая. Еда твоя стоит греться, она... Это морда такая, морда такая. Это морда такая! Любимая морда! Где же она, запырка? Где же она, запырка? Ой, ко мне. Короче говоря, у Милки еда... Она с холодильника, я ей сразу не даю просто еду. Я ей сначала чуть-чуть, она погреется. Стоит минут 15 в комнатной температуре. Вот она ходит, нервничает. Где еда, мама? Короче говоря, жизнь прекрасна, день прекрасный. После спа мне сразу стало хорошо, легче. Ну, то есть ничего нигде меня не беспокоит. Я спокойная. Вот мы как с Кристинкой встретились, на самом деле. Я так всё это время вообще не чувствую нервов. Прям вот таких нервов, чтобы я там кричала, нервничала, прям бесилась. А когда я с Кристинкой только встретилась, я ей говорю, слушай, я уже такая нервная, что, говорю, мне точно лечиться надо. Меня бывает прям, знаете, раздражает всё. Вот. А с ней встретилась, и вот спокойно всё, вот все эти дни, пока она здесь. А? Ну, не, я пью успокоительные, кажется, но я и до этого их уже две недели пью. Может, они, конечно, сработали. Вот. Но в целом как-то так всё хорошо, спокойненько, и... Вот. Конечно, все вокруг на меня ругаются, чтобы я шла к врачам. Ну, вот завтра пойду к зубному. На консультацию. Узнаю, сколько стоит имплант. Всё вам запишу. Что, я не помню, у меня грязная камера, что ли? Ну, да, грязная камера была. Ладно, будем, короче, собираться спать. Кристина делает уже третий день видео. Своё. Второй. Короче, Кристина делает бесконечное видео. Потому что вчера... Ты чё, блин? Что-то твои дела всё, блин? Кристина делает бесконечное видео. Так и назови его. Бесконечный Василёк. Вот. И... Данька деловой такой, а типозивый лежит, руки за голову. Деловуха. Там вкусняшки у него лежат, руки за голову. Мультики смотрят любимые. Вот нравится ему вот эта вот цыпа. Но он не всегда её смотрит. Иногда... Ну, редко. Я не разрешаю цыпу смотреть. Я говорю, смотри там, где какой-то сюжет, где разговаривают, где диалоги ведут какие-то интересные. Он потом всё это повторяет. Мне кажется, ну, прикольно. Особенно, если полезненькая, что-то там рассказывают. Это классно. А цыпа просто прыгает, как дура. Ещё Машу я тоже не люблю. Она тоже, как дура, прыгает. Там и орёт. А потом он себя так ведёт. В общем, мы оставляем Кристину с монтажом. Я пошла Деньку укладывать спать. День, выключай цыпу. Да, пошли спать. Всё. Выключай. Время без двадцати десять. Давай, давай. А, Мила же еду свою ждёт ещё. Выключай, говорю. Давай, давай. Есть варенье клубничное. Варенье клубничное есть, говорю. А. Варенье клубничное есть. Варенье клубничное есть. Субтитры сделал DimaTorzok